Назарбаева или Эсперанто. В Казани снова зазвучал призыв вернуть улице прежнее название. Что создает компания Boston Dynamics? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обжаловал арест по делу о причастности к убийству 20-летней давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы. Напомним, что основанием для ареста послужили показания лидера ОПГ 29-й комплекс. Ранее ученый Совет Казанского университета обратился к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фолькову, президенту Республики Татарстан, председателю наблюдательного совета КФУ Рустаму Мениханову с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации. Призывы вернуть улицы Назарбаева прежнее название «Эсперанто» снова зазвучали в Казани на фоне новогодних беспорядков и протестов в Казахстане. Все подробности в нашем сюжете. Улицы, находящиеся на границе Вахитовского и Пригорского районов Казани, получили название «Эсперанто» в 1927 году. Произошло это по инициативе местных эсперантистов, участников кружка по изучению искусственного языка, созданного в конце XIX века. В конце 40-х улицу переименовали в честь революционера Андрея Жданова. Однако на закате советской власти в 1988 году вновь вернули ей прежнее звучное название, которое просуществовало без малого 30 лет. В июне 2015 года жители Казанской улицы «Эсперанто» внезапно проснулись на улице Нурсултана Назарбаева. Городские власти, рискуя нарваться на непонимающее население, решили изменить таблички Андавах глубокой ночью. Однако понимания и одобрения со стороны населения они не получили. И вот шесть с половиной лет спустя на фоне мятежа в Казахстане снова разгорелись, казалось бы, уже утихшие страсти вокруг улицы. Жителям Казани Леонидом Ивановым была написана петиция о переименовании улицы Назарбаева в «Эсперанто». Даже если ничего не изменится, по крайней мере, ситуация с переименованием будет зафиксирована и останется в памяти людей. Люди, которые переименовывают исторические городские улицы, не обладают памятью. Видимо, у них какие-то другие интересы, связанные, возможно, с зарабатыванием денег или с карьерой. Те, с кем я говорю, в том числе представители власти, все понимают и осознают, но ничего поделать не могут. Люди до сих пор называют улицу «Эсперанто». А в официальных документах она носит название Назарбаева. Так и называется «Назарбаева-Эсперанто». «Эсперанто! Эсперанто! Эсперанто!» В свою очередь, автор телеграм-канала «Бегбов-Гуру» Альберт Бегбов решил немного охладить пыл сторонников переименования. Некоторые люди принимают решения за других. Это касается прямо и непосредственно именно людей, проживающих на этой улице. А на них падают издержки. Им надо в регистрационных документах носить изменения. Кто-то по прописке вносит изменения. Куча работающих фирм. Все-таки улица Назарбаева – это не маленькая, коротенькая улица из одного-двух домов. И тут еще второй момент есть уже в отношении самого Назарбаева. Сам Назарбаев сейчас неизвестно, где находится и что с ним. До сих пор совершенно непонятно, что там произошло с этими переименованиями. Я считаю преждевременным. В любом случае, мнения жителей улицы Назарбаева, судя по всему, могут разделиться. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Что создает компания «Бостон Дайнамикс»? Смотрите в следующем сюжете. «Бостон Дайнамикс» – это компания, которая, вопреки всем соображениям практичности, создает роботов, максимально похожих на человека и животных. Недавно они научили своего робота танцевать. У этой компании амбициозные планы и научные исследования идут параллельно с коммерческой деятельностью. О чем говорит зажигательный видеоролик, который пару недель назад, под самый Новый год, буквально взорвал весь интернет. На данный момент у него больше 25 миллионов просмотров. И популярность не спадает. Изящные движения, высокие прыжки, синхронные действия – все это идеально демонстрирует возможности современной робототехники. Но как же в «Бостон Дайнамикс» добились такого успеха? Важную роль сыграли полномерная политика развития наукоемких проектов, государственная поддержка и терпение компании. С момента зарождения компании до момента, когда она начала приносить коммерческий доход, не учитывая государственные контракты и гранты, прошло почти 30 лет. А со временем «Бостон Дайнамикс» стал интересным и перспективным активом для таких компаний-гигантов, как «Софтбанк», «Гугл» и «Хюндай». До этого момента роботы и инженеры «Бостон Дайнамикс» никогда не занимались ничем подобным. Имеющийся набор движений включает много элементов ходьбы и бега, а некоторые упражнения из гимнастики и даже паркура. Но заставить механизмы танцевать еще никто не пробовал. Изначально танец создавался при помощи программы компьютерного моделирования, в которой проводили адаптацию человеческих танцевальных движений под физические возможности роботов. После того, как выбиралось то или иное движение, симуляцию показывали инженерам. Мы, робототехники, часто говорим, что робот не сделает человека безработным, а заставит ее заниматься более высококвалифицированным трудом, требующим соответствующих знаний и экспертизы. То есть общество будущего – это техногенный симбиоз человека и робота, при котором человек выполняет функцию мозгового центра, а робот – все остальные функции. Возможно, использование машинного обучения приведет к очередному техническому прорыву, а может, изобретут более прогрессивные усовершенствованные разработки технологии, например, более компактные источники питания. Амир Ахтямов, Универньюс. Казанский университет – один из трех старейших университетов в России. Его особенность – это историческое наследие и богатый архитектурный ансамбль. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Согласитесь, что современный облик Казани трудно представить без двух высотных корпусов университета. Две высотки, построенные во второй половине XX века, возвышаются над центральной частью города по соседству с более старинным главным корпусом, химическим институтом имени Бутлерова и анатомическим театром. Начать наш экскурс в историю архитектуры Казанского университета мы хотим совсем не в Казани. Мы находимся в Москве, в месте, где во многом зарождалась советская архитектура. Проект «Пионер» смелой интеграции нового архитектурного языка в историческую ткань города – это Новый Арбат или проспект Калинина, как он назывался в те времена. Административные здания книжки, фланкирующие широкую автомобильную магистраль с одной стороны и 24-этажные жилые здания свечки с другой стали предвестниками новой эстетики, нового подхода к архитектуре во времена Хрущевской оттепели. Как и высотные корпусы Казанского университета, дома на Новом Арбате в свое время кардинально изменили историческую ткань городской среды. Сама эстетика того времени, начала 60-х, 70-х годов, она не предполагала какого-то бережного отношения к сохранению исторического наследия, к вниманию к масштабу, собственно, этой исторической ткани. И вообще сама историческая ткань, она считалась уже чем-то таким отжившим и не самым ценным, поскольку это дореволюционные постройки, доставшиеся Советскому Союзу от имперского времени. Мне кажется, это такой, в какой-то мере, может быть, даже и политический был вопрос. В том, чтобы максимально противопоставить новую архитектуру нового времени, той архитектуре уже существующей. Вообще любое преобразование для людей болезненно. И это очень много примеров архитектуры. Здесь было то же самое, но мне кажется, что в целом люди воспринимали это позитивно, потому что они в этом видели будущее. Типичные здания появляются по всему Советскому Союзу. В Казани высотки появляются в 1973 году и в 1977. Высотки Казанского университета становятся главными архитектурными представителями приволжского постмодернизма. Можно сказать, что есть даже историческая дата, такая отсечка, когда этот момент произошел, постановление Никиты Сергеевича Хручева об устранении излишеств в архитектуре, можно считать, наверное, такой отправной точкой перехода от сталинской архитектуры ампира к новой парадигме модернизма. То есть мы заменяем кирпич и гипсовую лепнину на бетон и стекло. Для университетских зданий типа Хрущевских высоток характерны просторные помещения на первых этажах. Так, во втором корпусе это мраморный зал, поточные аудитории, а также пристройка в виде научной библиотеки. В институте физики это просторный холл и кафедральная аудитория, которых в этих учебных корпусах по две штуки. Наличие таких пристроек – это еще один признак подобных зданий. Помимо практической пользы, эти пристройки еще и заполняют объем, что делает внешний вид здания более органичным. Благодаря этим горизонтальным частям здания высотки казались менее чужеродными по сравнению с исторической, дореволюционной частью города. Проект обеих высоток Казанского университета разрабатывался архитекторами Бондаренко, Кашенцевой и другими. Появившиеся в 70-х годах высотки Казанского университета во многом сформировали символический облик города, образовали новые ансамбли и вписались в уже существующую городскую среду. Роберт Хасанов, Надежда Дик, Рустам Мирхасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok